Все готовим для плова. Начали зажигать огонь в печке. И вот это у меня уже приготовлены... О, уже коптятся продукты. Продукты под плов. Вон вот казан стоит. Сейчас я его поставлю на огонь. И буду готовить. Обжариваю курдюсный жир. Уже почти шкварки получились. Сейчас буду жарить мясо. Что-то дыма много у меня. Сильно копченый будет плов. Кажется, мы ошиблись с количеством дров. Очень их много оказалось. Но дымит печка. Но жарит она прям вот это вот то, что там. Это основа плова. Она должна теперь вообще-то на медленном огне греться. Но огонь не утихает. Хотя мы тут все позакрыли. Что можно? Ну, посмотрим. В всяком случае, он будет точно копченый. Это вот точно. Ему теперь минут вообще-то 40 надо. Вот так вот потушиться. Пока птица посмотрим. Ну что, зирвак уже целый час тут тушится. Я положила рис. Он сейчас... Запах тут обалденный, надо сказать. Сейчас еще вот тут немножко потушится с рисом. И плов будет готов. Ему минут 10, наверное, осталось. Рисов увеличится в размерах. Все будет готово. Тут уже на совсем слабом огне. Ничего не дымит. Все аккуратненько. Только шкварчит потихоньку. Ну, а я покажу, как у нас тут с дорожкой. Вот дорожки, которые Коля делает к душу. Это его авторская методика. Бордюрчик состоит из таких полос железных, на которые он приваривает колышки такие. И потом приклепывает вот такие металлочерепицу. Ну, там вот видно, что геотекстиль укладывается, прикалывается этими бордюрчиками. И сверху насыпаются камешки. Небольшой слой. Ну, тут немножко видно, как выглядят эти вот колышки с железками, которые он сооружает. Вот, на земле лежит. И будет аккуратненькая дорожка к самому душу. Он из тех железок, остатков всяких. Он делает аккуратненькие бордюрчики. Ну, с этими полосочками железными. Приступаем к поеданию плова. У него лучше смотрится. Ну, у тебя, да, с мерчиком. Ну, не знаю, что на вкус получилось, но мы его приготовили. Он пахнет дымом, как минимум. На учаге? На учаге. В общем, я вам скажу, плов, который приготовлен в казане на огне, это совсем другое дело. Очень вкусно. Нам понравилось. Реально. Остатки я сложила вот в эту плошку. Завтра мы ее разогреем в микроволновке. Пахнет так, как дымом. Ну, вообще-то я тоже пахну дымом. Я вся пропахла дымом.